Матч получился, не скажу, что хорошо. Много было брака у нас, не доходил шайбы до ворот. Сначала была какая-то суета, наверное, в первом периоде. Потом еще эти три гола быстрых, потеряли концентрацию на 10 минут. И все, и получили сразу быстрые голы. Потом уже не смогли отыграться с 0-3, а так играли в третьем периоде. И хорошо, все на вороту, то есть просто. Ну, считаю, что неплохо провели этот матч. Только пропустили три очень быстрых шайбы, три смены подряд. Но не бросили играть, чуть-чуть совсем не хватило. Там еще не засчитан этот гол. Тренер в одевалке, можно сказать, похвалил. Провели, на самом деле, неплохой матч. Сделаем работу над ошибками и двигаемся дальше. Молодцы, что руки не опустили. Типа, ну, счет же был 3-0 не за три минуты, а до конца третьего. А это уже второй период был. А так надо всю игру просто играть, не расслабляться. Поэтому и не будет таких оплошностей, как было во втором. А так, молодцы, играли до конца. А то, что третий гол от Миле, ну, я бы не сказал, что там Пиня задел воротаря. Мне кажется, он больше нарисовал там по своим падениям. Там так упал, как будто его снесли. Я не знаю, как вот Корнаухов перед этим удаление было. Вот он снес с воротаря, а там еле задели. Ну, судя, их 4 человека решили так. Ну, в большинстве там какая-то была борьба. Подняли наверх перевод. И было большое пространство у Влада Кадолы. И несколько вариантов. Я Пинчук, и он дал мне там уже только подставить на пустые ворота осталось. Ты сегодня провел матч с микрофоном. Как тебе это было? Что интересного? Ну, иногда задумался, что сказать. А так, если без него, то я там уже не думаю, что говорю. Со всеми могу поговорить. И с соперником. Но сегодня я такой был. Не в своей тарелке, как бы сказать. Потому что все равно что-то хотел сказать, но не говорил, чтобы потом люди там все не запикивали, чтобы видеооператор работы было поменьше на вечер. А то он устал бы там редактировать. А ты смотрел, наверное, видео с Виталием Пинчуком? Как оно себе? Не, прикольно. Но прикольно. Я вот Пинни посмотрел. Нормально получилось. И еще это все в динамике. То есть не просто интервью, а еще Косян ходит во время игры и снимает с разных ракурсов. То есть прикольно получается. Ну, посмотрим, что получится. Я не знаю. Надеюсь, зайдет, как говорится, всем людям. Посмотрим. Хорошо проходит треть сезонка. Нам дают достаточно отдохнуть. Вот уже прибыли все ребята, иностранцы. Потихоньку начинаем уже так притираться друг к другу. Еще есть время. Август еще несколько проведем товарищеских матчей. И думаю, уже будем полностью готовы к началу сезона.